Продолжение следует... А также значение дискурсивной единицы древнерусского языка, Ти с индексом 1, значение этого слова примерно в самом деле действительно конкретно, так и да, если брать разговорные параллели современного русского языка, обнаружена эта единица Андреем Анатольевичем Залезняком в 90-е годы, опубликована в книге 93-го года. Это естественный язык. Естественный язык, то есть средство общения людей между собой, обладает некоторой спецификой, достаточной для того, чтобы существовала наука, посвященная его изучению. Традиционно такая наука называется лингвистикой. Для того, чтобы определить ее объект, желательно отделить ее от комплекса наук, которые я называю L-лингвистиками. В общем, довольно понятно, что современная лингвистика, как наука, посвященная естественному языку и только ему, это молодая дисциплина, которая возникла не столько на почве объединения, скажем, с другими когнитивными науками и гуманитарными, столько на поне размежевания с ними. Прежде всего, с наукой, или дисциплиной, областью знания, предметом которой является не язык, а текст. Конечно, лингвисту нужно обработать, извлечь свои данные из коллекции текстов, с этим мало кто спорит, но все-таки главный объект изучения лингвистики – это не текст, а что-то другое, но что я попытался сказать. Итак, L-лингвистика – это, по-видимому, область исследования, которая претендует на междисциплинарный подход. Работающие в этой области ученые называют свои области L-психолингвистикой, биолингвистикой, юридической лингвистикой, теологической лингвистикой и так далее. В общем виде можно сказать, что это L-лингвистика, где L – это некоторая область, предположительно пересекающаяся с естественным языком. Современная теоретическая лингвистика не является объединением L-лингвистик, так как объединение областей L-лингвистик, например, нейролингвистики и политической лингвистики явно не совпадает с естественным языком. Время доказывать обратное лежит на представителях, скажем, политической лингвистики, юридической лингвистики, корпусной лингвистики и так далее. Возможно, впрочем, они к этому и не стремятся. Я не говорю, что это плохо, я просто констатирую некоторые реалии науки, которые сейчас сложились. Термин семиотика можно понимать по-разному. Я приму, видимо, это допущение стандартное, что семиотика как программа исследования – это экстраполяция принципов описания естественного языка на все другие знаковые системы, которые понимаются как вторичные по отношению к языку. Насколько я знаю, такое понимание было новым в 60-е годы, и оно утвердилось, стало стандартным благодаря Юрию Михайловичу Лотману и его соратникам, основателям Тартусской части Московской семиотической школы. Я делаю вывод, что по приведенному определению семиотика – это не лингвистика. Опять-таки, не лингвистика не означает хуже, чем лингвистика. Возможно также, что это не L-лингвистика. Однако лингвистический аппарат существенным образом связан с теорией знака, что я не собираюсь отрицать, как не отрицал вчера и Петр Михайлович Аркадьев. Структурализм в лингвистике, по-видимому, характеризуется многими вещами, прежде всего тем, что понятие знака соединяет фонематику и морфемику. Морфема – это минимальный значащий элемент двусторонней единицы языка, а фонема – минимальная смыслоразличительная единица, то есть инструмент различения морфемы слов, которые в частном случае могут состоять из единственной морфемы. Простите за повтор таких школьных сведений. Фонологические оппозиции, прежде всего, привативные, как модель для грамматических оппозиций – это программа позднего структурализма, прежде всего, Романа Осиповича и Капсона, и эта программа, в общем, плавно перешла в генеративную грамматику. Инструментом описания языка в целом, то есть звуковой и грамматической структурой, является понятие релевантного признака, который в стандартном случае бинарин, то есть он может быть небинарным, но понятно, что чисто математически легко перевести в бинарную форму. Еще характерен критерий обязательности, который предполагает замкнутость грамматических парадигм. Этот критерий сформулировал эксплицитно Роман Осипович и Капсон, дальше им занимались, в частности, Андрей Анатольевич Зелезняк и Владимир Александрович Калунген и многие другие грамматисты-теоретики. Ну, существуют другие критерии грамматической правильности, я сейчас на них останавливаться не буду. Ну и, как я уже сказал, существенным компонентом лингвистического структурализма является представление о замкнутости грамматических систем, ну как и фонологических, и самодостаточности внутрисистемных факторов. Вот типичное структуралистское объяснение, на самом деле это некоторое жульничество, с моей стороны перед нами квадратная матрица и два признака, принимающие значения плюс и минус, признаки А и Б. Разумеется, знаки 1 и 0, которые читаются в данном случае как представлено в языке, не представлено в языке, расставлено произвольно, просто это иллюстрация. То есть, может быть, 4 нуля, может быть, 4 единицы. Но если 4 нуля, значит, просто надо переходить к другим областям. А если что-то, где какая-то комбинация признаков не представлена, значит, можно как-то интерпретировать содержательно, по-видимому, приложимость этой схемы к конкретному материалу. Вот другое объяснение, ну, времени мало, я скажу просто, что это некоторая характеристика формальной грамматики, называемой автоматной грамматикой или грамматикой рангов. Это термин Исаака Ревзина, ученого, который работал в Институте словеноведения и оставил след в теории языка. Андрей Анатольевич Залезняк, без ссылки на Ревзина, по-моему, использовал термин грамматика рангов, точнее, он использовал термин правила рангов. И вот правила рангов древнерусских инклитик, оно точно соответствует формуле, которая была на предыдущем слайде. Значения и модели. При описаниях типа таких матричных значения задаются в виде бинарных признаков, принимающих значения плюс и минус, исследуется их комбинаторика. При применении модели описания типа таких элементы получают некоторые категориальные пометы, например, дательный падеж или первое-второе лицо настоящего времени, это помета клетки восемь в правиле рангов залезняка. Предполагается, что значение можно диагностировать, то есть проверить, является ли, скажем, форма ЕС действительно связкой настоящего времени, первого лица множественного числа в древнерусском языке, но не столь важно, приписывается ли помета, собственно, знаку, морфеме, словоформе или какому-то другому объекту. Но в конкретном применении правила рангов, конечно, все-таки по стандартным допущениям перед нами знаки. Правило рангов предсказывает фиксированное расположение двух любых элементов А и Б, ну вот запись читается А, непосредственно предшествует Б, для тех элементов, которые вот таким табличным алгоритмом упорядочиваются. То есть его можно понимать с точки зрения математики, математического лингвиста, но можно понимать, как, несомненно, понимал и залезняк, но можно понимать, как понимает большинство читателей залезняка, это столь же правильно, как обобщение над конкретным материалом, то есть результат анализа некоторого числа текстов древнерусского языка. В общем, если x, y и так далее – это неизменяемые слова, например, слова, называемые частицами – это термин относительно содержательный, но нечеткий, упорядоченный правилом рангов. Предполагается, что у этих элементов есть некоторое значение, ну, как бы словарное, помимо того, что им сопоставлена категория, позволяющая поместить их в конкретную клетку. Но от конкретного описания словарного значения того, что упорядочивается правилом рангов, в общем, можно отвлечься, что залезняк и сделал. То есть он посвятил довольно много страниц частиц Т, но как такового словарного описания нет, хорошо это или плохо. Дальше я перейду к неведенице Т. Цитата. «Мы полагаем, что исходное фундаментальное значение – это частица Т, то, которое проявляется в простом предложении, начинающем новый текст, не связанный тесной связью с предыдущим». Ну, это означает, что частица Т – это элемент уровня отдельного предложения, а не, скажем, коннектор фраз и элемент свободный. Это значение может быть приблизительно передано так. Обращаю твое внимание на следующий факт. Частица Т выступает здесь как своего рода усилитель индикативности. Она подчеркивает, что факт имеет место и указывает на его значимость для адресата речи. Вот примеры. Верхние примеры из новгородских грамот. Например, «Дешеве Т хлебе», а действительно хлеб дешевый. Ну, из грамоты 10.4, что действительно продал ему сковород на шесть ногат, не помню, а да, я ему продал, да. Примеры из новгородского диалекта, рассмотрев, как у тебя грех будет, видимо, это свободное употребление тоже, хотя при вопросительном слове можно рассмотреть и альтернативную гипотезу, будет ли грех или нет. Ну, вот конкретная ситуация идеологическая из того же памятника вопрошение Кирикова. Спрашивается, можно ли причащаться у своего папа Попадье. И владыка, подумав, по утверждению Кирика, отвечает так. В общем, типа, в самом деле таки да, есть грех. Современник и, возможно, соратник Кирика Илья Иоанн обсуждает вопрос, является ли грехом то, что священники пьют в самом начале текста. В другом диалекте, это киевский диалект, повести временных лет, знаменитая ситуация мятежа киевлян, когда горожане освободили заточенного князя Всеслава, и там сказано, что Всеслав не бежал после того, как Изяслав, князь киевский, возвращается с намерениями покарать горожан, ни води ляхов к киеву. В общем, в двух версиях повести временных лет эта частица есть. Я просто добавляю примеры, потому что они у Залезняка, насколько я помню, по крайней мере, в книжке 2008 года, не приведены. Тут есть еще в слове «нетудь» та же самая частица «те», вы видите, но она тут связанная, и в Лаврентьевской редакции просто нету. Что касается Ти-2, это аммоним, показатель дательного падежа единственного числа второго лица. То есть противно «боте» и «нету», здесь нет твоего врага, здесь нет твоего супостата противника. Как раз, да, Залезняк говорит, что Ти – это элемент ранга 4, но, в общем, признается, что примеры в его группе памятников не очень доказательны, потому что там нет свободного Ти. Мне удалось найти, по крайней мере, один контекст, где Ти-1 предшествует бы. Это повесть временных лет, причем это вставленный кусок, то есть когда-то вставленный один кусок в другую, повесть об ослеплении Василька. И тут говорится, скорее всего, о щете один бы вина, а Кая была, обличил бы и перед нами, и так далее. То есть если бы какая-то вина ослепленного Василька действительно была, то есть его вина в инкриминируемой была бы доказана, тот сделал бы то-то и то-то. В Ипатьевском, по-видимому, другой порядок, и это, скорее всего, более позднее, но я не могу доказывать. Просто там получается, что Б-Ти можно интерпретировать только как Б-Ти-2, если брать алгоритм Залезняка, который, по-видимому, правильный. Теперь смотрим дальше, что пишет Залезняк. Частица была известна всем древнерусским диалектам, но мы это, собственно, видим по сопоставлению северо-западного и южного диалекта, но особенно широко была распространена в древненовгородском. Действительно, большинство примеров оттуда. В свободном употреблении, опять-таки, как указатель, усилитель индикативности, опять-таки, потому что Залезняк повторяет свое не очень строгое описание книги 93-го года в следующей книге. При этом, как бы неформально, все читатели и почитатели Залезняка знают, что Залезняк, как полиглот, Залезняк сопоставил с частицей инна, инна в арабском языке, традиционный перевод воистину, неточен в стилистическом отношении, нет возвышенной окраски. Однако сама функция усилителей индикативности этим переводом в значительной степени уловлена. Параллельно, по мнению Залезняка, частица Ти, в отличие от Джени, сочетается с императивом. Такое же ограничение в арабском. И в 16-м году Залезняк опубликовал конспект арабской грамматики, там просто сказано инна воистину. Я посмотрел некоторые доступные описания инна, но вот здесь говорится о том, что это верификативная частица и употребляется она в именных предложениях, кроме того, меняет поддержку. То есть, если сказано, а лекция интересная, то говорится буквально воистину лекцию интересная, ну вот если какую-то грубую аналогию взять. Правильно ли тогда параллель с русским? Ну, по-видимому, нет и с древнерусским, потому что арабская частица употребляется только в именных клаузах и меняет поддержку подлежащего. Ну или меняет подлежащее на неподлежащее в другом описании. Не сочетается с формой императива, да, но это, в общем, естественно для именных предложений. Что же касается древнерусского Ти, Ти-один, оно употребляется и в глагольных именных клауз и сочетается с аптативной частицей «бы», что как-то не вяжется с усиленной индикативностью. Но, кроме того, индикативность, то есть сочетание с формой изъявительного наклонения, это вообще не тип значения. Неясно, к тому же, может ли индикативность быть усиленной. То есть, является ли фраза, например, «Ханс, без сомнения, жулик» действительно усиленным вариантом категорического высказывания «Ханс, жулик»? По-видимому, нет. Об этом писала, скажем, Анастасия Янакидова или Елена Викторовна Падающева, другие исследователи. Скорее можно полагать, что Ти – это верификативный маркер, указывающий на проведенную логическую операцию. Говорящий подтвердил логическую истинность П. «Ханс действительно жулик» или «Ханс таки жулик». «Ханс конкретно жулик» – разговорный вариант. «Ханс в самом деле лишний жулик» – то же самое, но оформлено в качестве определения. Верификативные маркеры подводят нас к следующей проблеме. Если Ти – это верификативный маркер, надо еще исследовать, что еще было в арсенале носителя древнерусского языка для выражения верификативного значения. Явный кандидат – это форма глагола «быть» в третьем лице, в конструкции «перфекта». Вот некоторые употребления из тех же памятников. «Льжет рече, молвил, есть того, не который же епископ». Это ложь, сказал Нифонт, не говорил такого ни один епископ. «А прости и Бог, як бы не правду, есть молвил». Это из Ильи и Анны. Ну и так далее. То есть это иллюстрация того, как употребляется есть. Посмотрим чуть-чуть внимательнее. В первой новгородской летописи цитируется Нифонт, который говорит, что недостойнее есть, имеется в виду архиепископ Клим, простите, митрополит Клим, который поставлен незаконно. Оже неблагословен, есть от великого сбора не ставлен. То есть это указание на то, что по мнению Нифонта, по крайней мере, факт незаконности поставления Климента доказан. Однако, к сожалению, тут нельзя сказать, что это, безусловно, стопроцентный верификативный маркер, потому что на самом деле перед нами может быть не просто передача прямой речи Нифонта, что, возможно, имеет место. Но нельзя исключить от того, что, передав слова Нифонта, летописица устраняется от того, что я сам не утверждаю, что митрополит был поставлен незаконно, я только передаю слова его противника. Это, так сказать, в том случае космиды и беденциалы. Ну и последний пример. То, что древнерусское есть, было возможно в контекстах типа П. Есть в смысле верификативным, конечно. Ну, верификативным или похожим на верификативный, где русское Т1 не употреблялось. То есть, например, в грамоте 736а, связанной с семьей посадника Павла Иванковича и его сына Иванка Павловича, ци есть сами в ху лихву вдали. То есть здесь, в общем-то, сказать, что это верификативное утверждение не получается, потому что неизвестно говорящему, действительно ли отдал икс все проценты. Но, так или иначе, это может быть передача допущения. То есть это некоторая работа с пропозициями П или не П, где они там в мозгу носителя древнерусского языка охранятся. Это задача интересная, но, по-видимому, средствами лингвистики никак не решаема. То, что мы видим, это, опять-таки, тексты, которые перед нами есть, и мы видим, что маркеры Т1 и есть, не совсем синонимичны, хотя они подводятся под некоторый общий тип значений. И выводы, что не только объект лингвистики, естественный язык, но и методы его изучения имеют специфику. Модели описания могут отклоняться от описания знаковых свойств, приписываемых элементам языка. Ну, не всем, конечно, но вот таким, как словаформы, в частности, к литике древнерусского языка. И все-таки для описания комбинаторики словарных единиц желательно их как-то классифицировать. То есть если мы рассматриваем что-то как маркеры значения, надо более эксплицитно выделить тип этого значения. Ну и тогда можно, при наличии текстов, разумеется, чем занимается филология, и филологическая лингвистика пытаться точнее их определить. Вот в этом состояло мое сообщение. Большое спасибо за ваше внимание. Можно вопрос задать? Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Антон Владимирович, у меня два вопроса. Во-первых, функционально, конечно, те один и те два различны, это понятно, но этимологически ведь это одно и то же. Или вы об этом ничего не хотите говорить? Это первый вопрос. А второй, можно все-таки показать, как это в именных клаузах? Потому что это не очень понятно. Там все-таки как-то подозревается некоторая предикативность. Да, сейчас. Ну вот, видимо, ведущий убрал уже презентацию. Я пришлю примеры. В именных клаузах русского языка, например, «Дешевее тихлебе». Вот это как раз именная клауза. Понятно, что именная там нулевая связка есть. Вот именно. Я и хотела сказать, что как раз у этого тихлебного элемента очень сильный этот момент предикативности, мне кажется. Я этого не отрицаю. Просто Залезняк сопоставляет древнерусский с языком, где похожая, по его мнению, частица, и, наверное, действительно похожая, употребляется только в именных клаузах, поэтому понятно, что там не должно быть наклонения. Что касается… Простите, второй вопрос был… Первый вопрос был… Первый вопрос был об этимологии, так сказать, теодемологии. Я вспомнил. Это одно и то же. Это только функционально отличается. И вот именно то, что это одно и то же, что это местоимение, обращенное, так сказать, к слушателю или к читателю, то есть дискурсивный элемент именно. А этимологически это просто то же самое местоимение, мне кажется. Я вас понял. Традиционная точка зрения в словистике, действительно, что это местоимение, поэтому, то есть это такой дативус этикус, так это традиционно описывалось до Залезняка. Залезняк сделал две вещи. Он показал, что позиционный критерий говорит, что это разные элементы, то есть что… Ну, грубо говоря, одно стоит после «бы», местоимения, а частица стоит перед «бы». Ну, это же работает для древнечешского языка, что мне удалось показать после Залезняка, где-то в работе 2014 года. А вот второе, что сделал Залезняк, он устранился от гипотезы от этимологии. То есть здесь есть этимология, что это вот такое заблудшее употребление дательного падежа, и есть альтернативная гипотеза, которая не на 100% обоснована, что это какой-то аммоним дательного падежа. У меня нет определенного мнения, то есть мне кажется, что действительно проще встать на традиционную точку зрения, что это обособившийся частица из оторвавшегося дательного падежа. В общем, такое есть и в некоторых балканских, славянских языках. Совершенно верно. Например, в болгарском и македонском в разном месте стоит. Это описывали разные люди. Именно. Елена Юрьевна Иванова и ее коллеги. Спасибо, нет возможности. Дальше очень интересный вопрос, но нет возможности. Спасибо. Я буквально одну секунду. Это не такой серьезный вопрос. Возвращаясь к жаргону чисто конкретно. А реально вы не рассматривали? Удивительно частотное сейчас слово. Он реально жулик. Кажется, реально это и есть верификация того, что он жулик. Я согласен с параллелью реально. Надо добавить к списку. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.